привет народ ой не знаю с чего начать находимся с евгением на избушке пришли на пару дней на основной канал видос я не снимаю ну что то хотя бы показать готовку заснять на основной канал видосы будут но не с походом на избу потому что это уже достаточно и повторяться там не охота сейчас мы думаем приготовим чем прикольно сегодня может быть интересно так значит решили по-простому суть максимально просто но со вкусом у меня филе бедра здесь куриные килограммчик на ракет кило 200 на несколько морковок небольших и 2 луковицы все ну можно использовать какой остренький соус можно там кетчуп например что есть ну тут у нас на избе так получилось и есть кетчуп перец черный и соль крупная желательно крупно здесь все этого достаточно начинаем с нарезки нарезаем бедро покрупнее потому что при жарке именно бедро она на пипец становится очень мал маленьким она у нас еще маленько подмершие друзья потому что на улице холодно и не успел еще простать так примерно вот на такие вот часть но не меньше потому что ужарится будем жарить все нарезаем бедро и будем мариновать игорек а это чё у тебя ты говорят с любовью он кусок мяса смысле в виде сердца это лайк да вот такой знак друзья поставьте под видео если кто-то там за за творчеством следит за моим так ну что давай это самое сейчас сколько тут ну чуть больше килограмма на это берем чайную ложку не столовую как некоторые там но у кого как по соли некоторые столовую ложку берут на килограмм мяса но я считаю это ну пипец жестко сильно вот обычную чайную ложку посыпаем перемешаем по-быстрому так дальше идет перец черный молотый желательно тоже конечно покрупнее но в нашем случае какой уж есть ну так прям не жалеть прям прям тоже буквально можно чайную ложку полностью конечно я думаю нам хватит потому что у нас еще будет так извиняюсь за кастрюлю какая есть но главное внутри она чистая поэтому за внешние эстетические тут кадры прошу простить если кого-то не устраивает так ну еще и кепчу к кепчик у нас с чесночком ну и на глаз так чтобы маленько какой-то привкус томата чесночка был хватит кетчуп с чесночком без лишней химии ну по крайней мере в составе так указано что с химией там поменьше все самое так на рукой кетчуп не буду мешать лучше перемешаю так у нас еще на перекус перед основной жаркой будет вот такие курпаты свиные так их не режем потому что ну по крайней мере между собой чтобы сок меньше вытекал так там наверно блин сейчас как как бы не обжечься сейчас главное камеру не заляпай ну ты главное подальше пойдет самый основной момент это их нужно чем быстрее пожарить тем они лучше будут подальше уберу в сковородку да я подальше пойдет на камеру налетит вот так сейчас я подкрою чуть-чуть а то масло не дырило там вот так вот до forceю такие курпатики получаются пополам резанул потому что были переворачивать неудобно все они в принципе поджарились но мы что-то сегодня хотим знаете по поджарить маленький то я их снимаю перекладывал в тарелочку сюда в эту тарелку но не маленько остынут ну и нарежем и съедим да пока будет красавчики замечательно чего такие кусочки пойдут видно сколько соков но это конец конечно быстрее в тарелку надо разрежем а сюда можно лучка маленько свеженького вот так она правда который поменьше нарезанный будет конечно поехали а тут масло дымится уже так что берем курочку и посмотрим сейчас может быть частями будем ее обжаривать вот на камеру не попала гир вкусно будет да будет нормально так сейчас какая задача мы вот это вот с тобой еще обжарим но так сказать до полу готовности она вот сейчас вот сверху вот так вот дойдет так сказать как эти некоторые популярные блогеры любят такую идиотскую такую фразу использовать это сейчас она запечатаем масло обжарка запечатать типа чтоб там сок не вытекал который и так вытечет запечатаете вы или не запечатаете вот короче обжарим эту партию вторую партию потом вывалю ее первую партию и все и к этому мясу добавляем лук морковь и все это дело значит будем будем дожаривать может быть добавим сейчас кетчуп какой-нибудь или еще что то что такое знаете не именно жарился маленько подтушил в этом собственном соку соку лука моркови и так далее мы с тобой Жека не художники там что-то придумывать ну да кадры там какие-то красивые я фонарик просто настраивать отключил да все доключил уже 10 минут такое главное еще ракурсы там какие-то ходят вокруг печки выбирать да здесь то не особо разгуляешься по моему ты блин в операторы ко мне набиваешься ага в криворуке короче получилось так что бедра эти высыпал в тарелку там где была колбаска это с жирком с этим и вместе с этим жирком я сюда вылил в общем так получилось собственно еще осталось такой сачок мясной все сейчас в общем сразу в чем мы делаем я это твой этот немецкий котелок евгений немецкий парень для и все это дело прям нормально будет как раз котелок такой модный у него как он бундес а это ГТР все раритет все это дело курица в принципе готова уже я чувствовал я на нее вот видите давлю ну блин тут наверное не покажешь ну видно что никак желе оно было когда вот вот это еще не готово давай еще потушим конечно сейчас еще будет еще морковочка сейчас зайдет сейчас перемешаем а то видите сковородка вроде и большая не хватает неудобно помешивать ладно все сейчас вот это с овощами тушим добавляем морковочку еще маленько потомится да и все можно в принципе есть и будет очень вкусно надеюсь повезло тут у нас друзья укропчик есть это лук не в смысле лук а вот это укроп укропчик с лучком и сейчас зелень все это дело вот так еще посыпем так еще маленечко надо лучком сушеным я если честно сушеный лук вообще первый раз использую если честно ну так точно по и чуть-чуть укропчика сушеного ну сушеный укроп я активно использую и дома и ну я использую другую фирму конечно нормальную ну и все все сейчас это дело перемешаем да в принципе я думаю ну минуты две три наверно постоит и можно подавать и вот на таком огне то есть грубо говоря на среднем так скажем на среднем огне прям чтоб чуть-чуть побулькило а так уже все готово морковь вон уже прям нормально в общем ну вот такое блюдо у нас друзья получилось я не знаю как оно называется мы обычно тут на сплавах и на других мероприятиях блюда там придумаем какие-то таёжные ну как это называется я не знаю напишите в комментариях там сами бедро там какое-нибудь куриное там начинуть как у вас фантазия больше у меня найти искривление всяких слов это не работает горяченько так горяченько и тяжелая так опа да не не должна она расплавится доска на фольге ой ничего аппетитно выглядит отлично с пылу с жару ну попробуй сразу пробуй конечно давай повар испытай на себе это все тихо нет нам здесь никого не надо ахахах понял так давай сразу и с морковочкой чтоб о ну давай так мне как фонарик убрать видно будет видно и так так это объяснить что в шапочке у этой потому что ну друзья очень жарко потею блин ну давай попробуем восхитительно ммм морковка чуть-чуть ммм ой какое бедро офигенное морковка чуть-чуть хотя вроде да сколько тушилось долго ммм ой хорошо ну чё под это дело еще чайку конечно можно и чайку можно и не чайку можно даже в принципе ну можно и воды ключевой конечно ключевой да ключевой нельзя холодной видишь после жирного а ну да не подожди снимай еще вот это давай давай теперь давай мне камеру и мне теперь да а то скажут постанова там как обычно мне вот тоже с морковочкой и лучка еще где-то там цепануть не могу мне опять подавиться в это в этот раз ну ладно что-то сказать хочет восхитительно игорь все выключай камеру давай прощайся с ребятами и будем есть все горячо насчет опять подавиться и Жека имел ввиду у нас есть видос совместный на основном канале называется Игорь Лесник тоже в ютубе и у нас поход там был там несколько частей отдельно и один большой фильм там на два с половиной часа вот я там шашлык жарил и Жека там подавился причем он подавился по-настоящему но получилось как шутка короче на видео ссылочка в описании ну надеюсь вставлю ее в описании если не забуду поэтому можете посмотреть ладно дорогие товарищи вот так у нас как это бытуем бытуем мокрый красный весь поэтому я сегодняшнюю походу не снимаю потому что у нас друзья поход этот рабочий у нас завтра пипец рабочий день грубо говоря полноценный ну так хоть готовочка поделился пока вот такие планчики потом еще мы еще с друзья с вами еще поснимаем как говорится ладно все друзья большое спасибо что посмотрели надеюсь было аппетитно вкусно уже годом что-то лайк показывает давайте ставьте лайковского и до скорых встреч до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания